всем привет я гела и сегодня я решила собрать свои старинные можно сказать ранние преранние работы в единое какое-то полотно чтобы они вот так вот не валялись незаконченными вот ну и конечно же со мной вместе этим делом занималась моя симона это не симона а это просто симона хулиганка которая вы видите что творит я впервые собираю работу уже в ее присутствии и это просто конечно невозможное дело какое-то было я сначала подумала все бросить потому что она не дает и шагу ступить потом мы все-таки с ней договорились как-то и потихонечку постепенно я собрала это полотно такое как бы одеяло лоскутное вот по крайней мере чтобы даже показать повесить это так я посчитала будет все таки получше чем ну не знаю в общем решила в полотно собрать этих коней городецких своих я про них уже рассказывала и показывала я шила это так скажу в двенадцатом году вот шила в технике аппликация конечно же я так рисовать не умею и я делала как бы из интернета брала картинки делала трафарет рисовала перерисовывала да вот затем вырезала на ткани и уже затем эту аппликацию нашивала тайным швом к основе ну и так далее я все это рассказывала вам уже и показывала как делать аппликации вот ну в частности недавно вот например из последних у нас белая лоскутное одеяло по белому фону цветы и птицы ссылку я на него оставлю два видео поэтому одеяло там я полностью показываю от самого начала и до конца технику аппликации разные виды и мы шьем там цветы и птицы вот на скудных блоках поэтому очень рекомендую посмотрите если вы не видели вот и во втором видео по белому одеялу я собираю непосредственно показываю процесс сборки лоскутного одеяла полностью от лоскутного блока начинаю там от маленького и заканчивая полностью весь ход работы вплоть до стежки вот поэтому ссылки на них оставлю и для тех кто хочет попробовать собрать лоскутное одеяло в общем то я думаю это будет полезно посмотреть вот ну а я тем временем первым делом взяла блоки вообще как правило я люблю чтобы ну хотя бы 9 их было чтобы как бы шов вот этот центровой вернее не был в центре прям да вот но в данном случае у меня уже так получилось я не стала ничего больше выдумывать и взяла вот из этих четырех лоскутных полотен немножечко их оформила привела в порядок то есть рамки рамки сделала так называемая вот и эти рамки я тоже показываю там в тех же одеялах как их делать ну это вот нужно не лениться скалывать все это конечно вот опять же скажу я никогда не покупаю ткани для почерка все что сшито сшито ни одной ткани для почерка специально не куплено все это из старой всякой одежды нужного текстиля домашнего уже отработанного до простыней там чего-то ну и одежды тут много всякой и шторы всякие и там подушки может быть ну вот такое знаете всякие домашние тряпочки вот я об этом всегда говорю что я никогда не покупаю новые ткани специальные для своих работ вот к чему и вас тоже призываю мне кажется сейчас такой век когда нужно все таки побольше стараться переработать что-то и продлить жизнь вещам чем покупать что-то мы столько всего уже на покупались что скоро наша планета если так дальше пойдет вся будет засыпано отходами поэтому может быть лучше постараться продлить жизнь вещам в том числе и текстильным предметом интерьера предметом одежды и декоры аксессуаров там и всяких предметов необходимости вот тем временем я собираю свое полотно вот я прошу прощения за посторонние может быть звуки тут будут какие-то потому что симона мне вообще не дает одной не на секунду остаться то есть она постоянно здесь рядом со мной постоянно и хочется чтобы я играла с ней ну и также одеяло конечно я пришила ой она мне очень сильно мешала может быть с ее точки зрения она мне помогала в общем с горем пополам мы сшили это одеяло вот девочки хочу сказать огромное спасибо всем 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 моим подписчикам и в соц сетях и здесь ю тубе огромное вам всем спасибо я до сих пор еще не перечитала все сообщения вот и все поздравления с весной с праздниками и я еще раз хочу поздравить вас всех взаимно от всей души пожелать вам счастья здоровья тепла весны обновления всех ваших задумок вдохновения чтобы все у вас было хорошо красиво приятно и радостно вот ну а я продолжаю собирать свое одеялко и знаете девочки немножечко хочу почитать вам собственно говоря про городецкого коня что это за символ такой и вообще это городецкая роспись и наверное слышали такое хотя бы где-то там в упоминаниях вот но для тех кто не слышал немножечко прочту роспись которая сейчас называется городецкая родилась в поволжье на берегах чистые светлые речушки узлы там крестьяне нескольких деревень расписывали прялки и отвозили продавать свои изделия на нижегородскую ярмарку поэтому и роспись сперва называлась нижегородской точнее еще до появления этой росписи прялки украшались резьбой со временем резьбу стали слегка подкрашивать для большей нарядности а позже резьба на прялках была полностью вытеснена росписью никогда ни с чем не спутаешь радостных красок городецкой росписи и и вороных коней с поджатой крючком ногой и лебединой шеи и и птиц с диковинными хвостами в виде крыла бабочки кони всегда изображаются в профиль а люди только анфас и все это в окружении роскошных цветочных гирлянд городецкая роспись символично конь в ней символ богатства птица символ счастья а цветы здоровья и процветания в делах сюжетами старинной городецкой росписи были всадники на конях барышни в кринолинах свадьбы за столе чай пить и другие торжественные сцены из жизни гаража но от того что изображалась все это крестьянскими художниками создался чрезвычайно своеобразный стиль росписи в котором помпезность и вычурность городских элементов наивно перемешаны с просто души и искренностью свойственными простому народу было время когда городецкая роспись едва не погибла но нашлись добрые талантливые люди возродившие ее в наши дни наследие старых мастеров не умерла их лучшие строить их лучшие традиции стремятся возродить художники работающие на фабрике городецкая роспись в городе городце к счастью старинная павловская роспись сейчас находится в надежных руках талантливых современных художников ну вот а это пуля эти не дает никакого мне покоя расстелить собрать сэндвич но вы видите да отдельные полотна вот с городецкими конями и вот абстракции вот здесь они уже у меня были простеганы обычной машинки с обычной лапкой до прямой ход просто там как-то фигурно старалась простегивать и потом когда я их собрала в единое я все-таки решила сделать единым полотном и проложила все синтепоном то есть положила подклад вот этот красный разделила приклеила его прям скотча полу на него положила синтепон вот а дальше положила все это за полотно собрана и вот там где был конь на более светлым фоне там потолще был этот синтепон слой поэтому в том месте я мне пришлось слой вот этого синтепона нового своего до утончать вот то есть поработать мне пришлось чтобы поровнее было вот это вот полотно в итоге что получилось вот но тем не менее я все это собрала в сэндвич затем на полу это делать конечно просто нереально симона не дает и шагу ступить поэтому я все это подняла на стол и на столе все это сметала прям часто по каждым вот этим вот шевчиком и вдоль и поперек вот ну я уже рассказывала для сметки нужно брать нет нить длиной вот ваш будущий шов до чтобы уже слишком длинные нитки не махать вот и обычно как я делаю делаю узелок и начинаю допустим вот эту сметку в конце я уже никаких узелков не делаю чтобы потом когда мы все уже простегаем соберем нам просто потянуть за узелок и вытянуть эти нити вот ну и конечно чем чаще мы все это сметаем как следует тем лучше и качественнее получится свободно ходовая стежка впоследствии вот и как я теперь уже обычно стягаю вот этой свободно ходовой стежкой девочки после того как я все это сметала я все это выровняла срезала все лишнее дальше я пришиваю кромку своим любимым способом я показывала весь процесс именно как правильно что зачем делается я опять-таки повторюсь оставлю на примере белого одеяла там два видео ссылки я вам оставлю вот и пусть того как у меня уже все сметана и пришита кромка в принципе одеяло готовой можно пользоваться но и потом только я приступаю к свободно ходовой стежки но все-таки я делаю это у меня такие как бы полотна и я не знаю как арт-объекты да и в общем-то для хранения получается поэтому мне хочется сделать стежку чтобы уже капитально все вот видите в принципе сейчас она практически готова уже одеяло вот ну там еще нужно пару строчек стежки проложить вот и все но я все это буду все-таки стягать вот полностью готовы готовая покажу в следующий раз потому что я там буду есть добавлять цветы цветочные всякие гирлянды наверное по зеленому вот этим рамам вот ну а пока буду показывать то что вот есть я прошу прощения за свои руки вы наверно уже обратили внимание симона мне съела все руки из царапала пока вот она маленькая она очень подвижная игривая и это просто невозможно руки из царапанные я теперь я что-то первое время дала ей волю а сейчас надо перечь конечно я закрываю руки боюсь прям потому что ужасный вид был сейчас я хрючу вот и был вопрос девочки вернее не по мне вопрос а подсказки что стекать свободноходовой надо строго из центра девочки из центра или нет это понятно но я еще раз повторюсь я работаю на обычной бытовой швейной машиночке где вот этот рукав довольно узкий и большое плоскутное одеяло расположить для свободноходовой стежки из центра просто невозможно она же объемная все-таки синтепон все да и я нашла для себя способ такой я начинаю стягать с краев прям по кругу прохожу по всему периметру в одну сторону потом следующий ряд в сторону центра ниже туда прохожу по всему кругу в другую сторону и таким образом сначала в одну сторону потом другую как бы круги эти по всему периметру делаем подходя к центру понимаете мне так удобнее потому что чем ближе к центру как говорится тем одеяло все-таки немножко прибивается хотя бы уходит немножечко объем и тогда мне легче подобраться к центру как бы крутить его потому что если мы стягаем небольшое полотно там я не знаю даже метр на метр да даже полтора на полтора это одно мы можем там и художественно даже простегать крутить и вертеть это полотно на обычной машинке а когда это большое одеяло практически 2 на 2 это да и синтепоном с подкладом то это сделать покрутить вертеть его очень проблематично поэтому вот я нашла для себя вот такой способ я иду от краев к центру вот повторюсь я имею ввиду свободно ходовую стежку именно когда мы свободно ходовой стежкой стекаем наше одеяло ну вот пока у меня вот такая заготовка такое одеяло в принципе уже полноценное готово вот следующий этап это будет свободно ходовая стежка но результат я уже покажу как-то в следующий раз сюда уже я не стала вставлять это все иначе очень длинное видео получится поэтому на сегодня я с вами прощаюсь желаю вам всего доброго вам приятного вам рукоделия и бесконечного вдохновения если вы еще не подписаны подпишитесь пожалуйста я смотрю по статистике меня смотрят очень много не подписанных людей в том числе поэтому девчонки подпишитесь пожалуйста это меня очень мотивирует вдохновляет и помогает мне всем большое спасибо за ваши отзывы и комментарии за поздравление еще раз большое спасибо вам девчонки за вашу теплоту доброту за ваше внимание за ваши теплые слова мне все это очень дорого очень приятно спасибо вам большое но мы с симоной вот видите я тут начала уже стягать немножечко вот но все это ведь и происходит не так как раньше сейчас я уже не одна у меня появился вот такой вот ребенок который отнимает очень много времени поэтому девочки на сегодня с вами прощаюсь желаю вам всего доброго приятного вам рукоделия и бесконечного вдохновения пока-пока мои дорогие пока-пока мои дорогие а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok